Доброе утро! Сегодня у нас 18 мая. Добро пожаловать во влог. И утро мое началось с того, что я обожглась дверную ручку только что. И увидела, я не знаю, вам видно или нет, мне солнце так сильно слепит. Лошадей на нашей территории. Просто лошадей. Там техник сейчас разговаривает, потому что не дай бог они там что-нибудь натворят, эти лошади. Будет не очень хорошо. Там как маленькие, кажется, это пони, так и взрослые лошадки. Это, конечно, да, нечто. Вроде бы уводят их, а может быть и нет. Но как-то я не против лошадей, я люблю их, но лошади оставляют с собой очень такой след. Хорошенький. А у нас гости. Как-то неприятно. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Всем привет! Сегодня у нас 19 мая. Сегодня день рождения у любимой моей Олесеньки. И сейчас я буду готовиться к нему. Я немножко поспала после работы и у меня куда-то голос пропал, но я хочу сделать себе на лицо такую масочку. Мне очень нравится компания Вилента. И да, почему бы и нет. Также на днях я покупала новые масочки. Мне очень понравились эти масочки из Фикс Прайса. Правда, их очень трудно достать, потому что их практически там нет. Мне удалось найти с мохитом. И такую, которую у меня уже есть, блюковая. Она действительно 3D. И она выглядит как именно вот обычная такая маска. Там от ветра. Типа блоклавы. То есть очень удобная. Прилегает к лицу и подхватывает подбородок. Мне это очень понравилось, потому что обычно подбородки у меня как-то не особо подхватывает. И тут вообще замечательная вещь просто. Далее я нашла вот такие вот у нас в городе. В пятерочке. Я не помню, сколько они стоят, но где-то тоже около 70 рублей. Кажется, это у нас... Откуда? Я просто увидела красиво. Это Китай. Но, несмотря на это, оно выглядит очень так впечатляюще. Тут написано, как все делают по-русски, так же на их языке. И довольно-таки неплохо выглядит. Так же я нашла вот такую вот. Тоже никогда ее не пробовала. С зеленым чаем. Там была еще с алоэ. Но у меня как-то на алоэ иногда раздражение бывает. Поэтому я взяла вот такую. Она успокаивает. И еще такую милашечку. Просто чудо. Причем продается только в единственном магазине пятерочки, которую очень трудно достать. И она находится рядом с работой Олеси. Просто куча масок. Сейчас вам покажу, что я буду ей дарить. Так, у меня вот такой пакетик. Правда, у меня тут немножко веровки. Их уже с жизнью помотало. Я думаю, это не самое важное. Первое, что у меня тут есть, это куча наклеек из магазина Карамела. Просто смотрите на них. Такие милашные. Особо вот это. Это просто я сейчас. Именно так выгляжу. Далее я решила подарить ей вот глину для лица. Просто черненькую и беленькую. Думаю, понравится. Так. Тут столько всего. Следующее. Это вот такие кашки. Она их хотела, как я понимаю. И да, почему бы и нет. Подарю. Ещё, кажется, я что-то не положила. Тоже типа кашки. Только я не помню, куда я положила. Поэтому сейчас буду искать. Это гранола. Такой чёрный. Красный пакетик. Да. К это я его усунула далеко. Далее у меня тут есть мультивитамин. Который подобный я покупала себе. Но именно такой я ещё не пробовала. Но он... Не буду говорить, сколько он стоит. Но он продаётся у нас в городе. Так что, может быть, попробовать его. Вот. Она тоже хотела его. Поэтому я не успела съездить куда-то. И вот. Далее её любимые крекеры с васаби. Девочка васаби просто. И... Ой. Более-менее такие, так скажем, главные подарки. Я тут скрыла. Это футболочка. Очень миленькая. С таким космокотиком. Надеюсь, я угадала с размером. Не бросай меня тапками, если я не угадала. Очень миленький. На тебя похож. И самый-самый главный подарок среди всего, что я купила. Это переносная зарядка. К сожалению, в виде котика я не нашла. Поэтому вот такая вот. В виде единорожки. Я её тоже купила, конечно же, в карамели. И вот всё. Сейчас буду собираться и в путь. Правда, у нас сегодня ветрено. Я не знаю, что мне одеть. Ну, мы что-нибудь найдём, чтобы быть миленькими и в тепле. Так что вперёд. У нас вновь перекрыли центр города. Но в этот раз из-за азимута. И я сейчас наслаждаюсь тишиной без машин. У нас куча людей. Вот подарочек. Я ещё курточку надела. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Погода сегодня более-менее нормальная, если бы не этот ветер. Единственная машина – это полиция. Больше тут никого не должно быть. И сейчас буду ждать Олеси с Виталием, потому что я подумала, что я опоздаю. И пришла очень рано. Я молодец. Да. Сейчас шесть часов. Я иду домой. Решила прогуляться пешочком. И надела на себя маску, которую мне пришли с Алиэкспресс. Ну, по крайней мере, ко мне никто не подходит. Это плюс. Пусть никто не будет меня дёргать там. Подскажи, подай, ещё что-то. И тепло. Потому что на улице довольно так прохладно. Далее что? Пыль не летит. То у меня глаз начал отекать. И вообще просто чудесно. Мне нравится. Я такая розовенькая. Подходит мне к рюкзаку и к всему вообще наряду. Хочу сейчас зайти купить минералочку и домой. Либо спать, либо сериал смотреть. А в принципе, всё было очень даже хорошо, удачно. Всё всем понравилось. Мне понравилось то, что Олеся сразу надела футболку, которую я ей подарила. Это было круто. И у меня какой-то насморк. Мне кажется, на работе всё-таки продуло. Вот такие дела. Прогулочки перед сном. М-м-м.